Новости нашего города на телеканале Котлос 24. Здравствуйте! В студии Алена Орлова. Смотрите выпуски. В городских домах культуры начался новый творческий сезон. В минувшую субботу свой 92-й день рождения отметил 46-й лесозавод. Котлос стал площадкой для регионального турслёта Турмания. В эти выходные в Лиминском и Вычигодском ДК открылись новые творческие сезоны. Чтобы удивить зрителей, коллективы учреждений культуры трудились всё лето. Самое время начинать. Самое время шадить. Добро пожаловать! Открытие творческого сезона – это всегда долгожданный и трогательный праздник. Встреча с любимыми артистами уже прошла в Лиминском и Вычигодском ДК. Масса позитивных эмоций зрителям подарили хореографические и вокальные коллективы. В Котлосском ДК творческий сезон открывается 30 сентября. И весьма необычно. Организаторы сравнили Дворец культуры с Солнечной системой. Где Солнце – это сам дворец, а артисты – планеты и звёзды различных масштабов. Даже концерт назвали известной фразой легендарного космонавта Юрия Гагарина. Поехали! Дата встречи – 30 сентября. Время – 16 часов. Концерт можно посетить по Пушкинской карте. Пушкин В минувшую субботу свой 92-й день рождения отметил 46-й лесозавод. Возродить традицию проведения этого праздника жители решили сами. День рождения 46-го лесозавода стал для его жителей большим событием. Там сегодня живут преимущественно пенсионеры. Это удалённый район Котлоса строился как посёлок при лесопильном заводе, который в 2005 году прекратил свою деятельность. Я живу с 78-го года тут, проживаю очень давно. Но, конечно, посёлок был раньше поактивнее. Это за последние 15 лет у нас такой спадок пошёл. Сегодня решили сделать праздник и для детей, и для взрослых. Праздник получился хоть и скромным, но его организаторы старались как могли. Мы решили возродить традицию, проводить праздник, день рождения микрорайона, который был утерян. Развлечения самые простые. Они деревенские. Это скакалка, это мечи, это накинь, кольца, быку на рога. Это, значит, все мы в детстве рогатками ходили, стреляли. Большая рогатка у нас изготовлена, бой мешками, удочка. Спортивно-развлекательную программу «Гулливер отдыхает» подготовили специалисты молодёжного центра. Мероприятие, событие рассчитано на разный возраст. То есть, если захотят принять участие и взрослые, пожалуйста, без проблем, пусть нам подходят. Однако старшему поколению больше по душе пришёлся праздничный концерт «Счастье там, где ты живёшь». Жители посёлка надеются, что в скором времени будут учтены и другие их запросы. Студентка Котловского педагогического колледжа Елизавета Поршнева представит Архангельскую область в финале федерального конкурса «Флагманы образования». Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого национального проекта образования» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Елизавета Поршнева приняла участие в дистанционном этапе конкурса и стала победителем. В течение всего лета мы проходили задания, направленные на разные уровни подготовки. Не только профессиональные, но и индивидуальное личностное качество, мотивация, лидерские позиции и вообще как ты реализован в современном мире. Елизавета участвует в волонтёрском движении «Экоактивист». Девушка увлекается спортом, а также водными путешествиями. Каждое лето она сплавляется по рекам. По её словам, это непередаваемое впечатление. В её планах покорить все реки России. 19-летняя студентка обучается на четвёртом курсе Котловского педагогического колледжа по специальности «Физическая культура». Финал конкурса «Флагманы образования» пройдёт в этом ноябре. Участники получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации. Сейчас мы прервёмся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Встречайте осень вместе с новой коллекцией верхней одежды и обуви. Выгода при покупке в сентябре до 30%. Более тысячи моделей дублёнок, пальто, шуб и закамеха, курток от 42 до 70 размера. Зимний стиль. С нами теплее. 28 сентября в ДК города Котлос пройдёт выставка продажа обуви из натуральной кожи производства Киров, Челябинск. А также принимаем обувь на реставрацию в фабричных условиях. Встречайте впервые в Котлосе романтичный артист Александр Малинин. 28 сентября. Котлосский дворец культуры. Билеты на сайте артёмбилет.ру. Судостроительной компании «Сталкер» более 10 лет. В связи с увеличением объёма работ производства в нашу надёжную команду требуются Мастер ОТК, мастера производства, сварщики, судокорпусники, ремонтники, электрики, слесари, токари, разнорабочие. Оформление по Трудовому кодексу, высокая заработная плата, оплата путёвок на море. Обращаться по адресу город Котлос, Советская, 29 или по телефону 8 921 084 78 50. Внимание! Фабрика ремонта обуви принимает обувь в ремонт. Профессиональный ремонт любой сложности. 27 сентября в ДК города Котлос. Глобальная распродажа со скидками до 70%. Шубы, пальто, пуховики высокого качества с отличным сервисом. На выставке меховые традиции. 30 сентября и 1 октября. Котлосский ДК. Продолжает программу «Криминальная хроника». Долг платежом красен. Вот только иногда этот платеж приходится выбивать через суд. Суммарно более 250 тысяч рублей заняла 20-летняя Котлошанка у своей знакомой. На протяжении двух месяцев одалжила понемногу. Подруга поверила ей 46 раз. Именно столько раз потерпевшая переводила деньги обвиняемой. Та все обещала отдать, но в итоге вернула только полторы тысячи. Устав слушать разные предлоги и отговорки, женщина обратилась в суд. Котлосский городской суд согласился с позицией государственного бюдителя и признал 20-летнюю жительство города Котлоса виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. Приговором суда назначено наказание в виде двух лет лишения свода условно, с испытательным сроком на два года, а также удовлетворены исковые требования, потерпевшие на сумму более 250 тысяч рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рюкзак за плечи и покорять маршрут. Котлос стал площадкой для регионального турслета Турмания. 90 подростков из 10 муниципальных образований ближайшие 5 дней проведут не за школьными партами, а в лесу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам организаторов, турслет пройдет в нетрадиционном формате. Участников ожидают пеший маршрут с двумя ночевками. Региональный слет юных туристов Турмания проводится у нас впервые в таком формате. И самая главная изюминка слета то, что в этом году команды у нас проходят туристские маршруты. На три дня они уходят в лес со станции Савати или станции Новая Гарь и должны выйти на базу отдыха Ватса-парк. Через три дня, где они представят итоги своего похода и где их ждет очень активная и интересная программа. Пройти туристический маршрут – главная задача для участников. Одни команды будут преодолевать реку Уброд, другие идти по заболоченным участкам. Участников был выбор. Какие-то команды пройдут около 30 километров, какие-то около 40. Но есть команды, которые запланировали маршруты практически под 50 километров. Руководители сами вместе с детьми выстраивали их. Во время прохождения маршрутов все команды должны будут выполнять еще и следовательские задания. Им был предложен большой перечень заданий. Идем по просекам, по дорогам, доходим до деревни Йодомы, там проводим наши исследования. Хотим изучать церковь, которая находится в деревне Йодома, которая по ГОСТ там расположена. Хотим сравнить то, что осталось и то, что было до этого. И сделать небольшую реконструкцию здания, которое там находилось раньше. В соревнованиях также нужно исследовательский проект предоставить. Вот, исследование. У нас, так как две команды, у нас два исследования. У одной исследования мы взяли про аэропорт в Савате, аэродром военный. Вот, про его историю, как он его строили. Вот. А вторая про полк, который на ней служил. Котлас не случайно выбран площадкой для регионального слета. Именно котловские ребята стали победителями всероссийских соревнований в июле этого года. На федеральном слете они представляли Архангельскую область. Десять дней шли пешком по Камчатке, среди озер и вулканов. У нас уже есть опыт с Камчатки. Эти соревнования сделаны почти в точности, как в Камчатке. Вот. Сейчас у нас три дня вместо десяти. Это и рюкзаки легче, и негорная местность. Те, кто ездили на Камчатку, примерно поровну разделены между этими двумя командами. Мы намерены побеждать, мы не хотим проигрывать. Программа регионального слета шире, чем просто прохождение туристического маршрута и выполнение исследовательских заданий. По возвращению участников в АЦА-парк для команд приготовлена программа. Например, их ждет конкурс туристских должностей, где ребята должны продемонстрировать свои непосредственно туристские умения. Их ждет интеллектуальный квиз, где ребята продемонстрируют свои знания, в том числе по истории области и по истории города Котласа и близлежащих территорий. Ну и, конечно, самый яркий творческий конкурс – это конкурс визиток, где ребята поближе познакомятся друг с другом. Победители регионального слета главной судейской коллегии будут рекомендованы к участию в финале Всероссийского слета. Он пройдет летом следующего года. Завершают выпуск потребительская информация. Репутация компаний – это результат слаженной работы и высокое качество продукции. За 25 лет «Стрела» неоднократно доказывала покупателям, что ее продукция всегда на высоте. Совсем недавно здесь прошел инспекционный аудит. На Котласском мясоперерабатывающем комбинате «Стрела» завершен очередной аудит системы менеджмента безопасности пищевых продуктов российского образца ГОСТ-Р. Инспекционный аудитор Татьяна Герасимовская проверяла все этапы производства. А это склад сырья, обвалку, машинные и термические отделения, деликатесные и консервные цеха, цех полуфабрикатов, техническую службу и склад готовой продукции. Потому что сертифицирует она не один вид товара, а всю систему работы предприятия. То есть все процессы, которые так или иначе влияют на безопасность продукции, управление, производственную среду, оборудование, санитарные условия и даже микроклимат в коллективе. В предприятии значительно, раз от раза оно меняется. Меняется, во-первых, повышается культура пищевой безопасности. Предприятие использует современные методы идентификации, маркировки продукции. Во-первых, меняется коллектив, меняется их сознание, меняется отношение. Именно вся работа нацелена на выпуск безопасной продукции. За 25 лет «Стрела» достигла многого. На предприятии действует лаборатория, которая осуществляет жесткий контроль входного сырья и выпускаемой продукции. Ежегодно идет обучение персонала. Ежемесячно комбинат перерабатывает около 500 тонн мясного сырья. Стремительно растет, расширяется и постоянно обновляется ассортимент. Появились новые линейки диетической продукции из индейки, копченых закусок «Прокопать» на низком старте, выпуск крафтовых колбас, блинов с различными начинками и новых паштетов. Они выполняют принцип педисеи, то есть планируй, делай, анализируй и улучшай. Постоянное улучшение, и я это вижу от аудита к аудиту. Аудит системы менеджмента безопасности пищевых продуктов компания проходит ежегодно. Тем самым подтверждая, что мероприятия по безопасности продукции ведутся в системе на постоянной основе, а не от случая к случаю. Появляется новое оборудование, проводятся ремонты помещений, совершенствуются какие-то технологические процессы, то есть это видно от приезда к приезду. Это вся информация на сегодня. Новости нашего города всегда доступны на сайте kotlas24.ru, а также в одноименной группе ВКонтакте. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устьюк, Виноградова 44, Котлас, Маяковского 47. Во вторник 26 сентября в Котласе будет облачно с прояснениями, предположительно без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, в ночные часы до плюс 13. Ветер юго-западный и западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Комитет по управлению имуществом принимает заявки на участие в электронных торгах по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. Снижение цены до 50%. Древесина круглая. Общий объем 40,2 кубических метра, в том числе порода. Сосна, ель, осина, береза, ольха. Начальная цена 41 640 рублей. Автобус для перевозки детей в количестве двух штук. Технические характеристики. Марка ПАЗ-3205370. Год изготовления 2011. Мощность двигателя 124 лошадиных силы. Начальная цена за каждый автобус 110 тысяч рублей. Телефон для справок 2-16-29 или 2-06-26. На постоянную работу в городскую службу благоустройства требуются машинист автогрейдера, машинист экскаватора, тракторист, водитель автомобиля, дорожный рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, уборщик территорий, слесарь по ремонту автотехники, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Полный соцпакет, доставка к месту работы и обратно. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Котлас, улица Новая Ветка, 3, корпус 23. Телефон для справок 2-52-14. Резюме можно отправлять на адрес электронной почты, который сейчас на экране.